Состоялось одно из самых знаковых событий, Восточный экономический форум. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Петрович Трутнев обратился к президенту России. Была озвучена проблема бюджетной несбалансированности, необеспеченности субъектов Дальневосточного федерального округа. Для нас задача бюджетной обеспеченности – это одна из важных стратегических задач. Уверен, что по итогам будут соответствующие поручения президента. Новость, достойная быть озвученной, первой на оперативке при губернаторе. Даже пусть он и отсутствует, и вместо него оперативное совещание заинтересованных служб ведет заместитель председателя правительства. Забайкалья всегда испытывала недостаток во всем, особенно в деньгах. Даже вакцинированных и тех не хватает, согласно последним статистическим сравнениям, с другими регионами. Определили численность, количество людей, которым необходимо иметь иммунную прослойку. Сейчас мы определили для себя то, что минимальное количество лиц, которым нам необходимо вакцинировать для того, чтобы как раз совместно с переболевшими, плюс имеющиеся вакцинированные, сформировали нам этот иммунитет массовый. Необходимо еще более 140 тысяч. Щеглова заявила, что несмотря на достаточное количество вакцины, интерес к самой вакцинации снижается. Здесь требуются усилия ведомств, в чьи должностные обязанности входит популяризировать работу правительства, в том числе и по добровольной вакцинации, которая вместе с теми, кому приходится ставить прививку в обязательном порядке, в конечном итоге поможет нам сформировать ту самую иммунную прослойку населения и забыть об ограничительных мерах. Хотя не за горами Забайкальская проблема пострашнее коронавируса, потому что от зимы и холодов в квартирах уколов еще не придумали. Ну и возвращаясь к отопительному периоду, к началу его процент, средний процент готовности по Забайкальскому краю составляет 79%. Наблюдаются районы с низкой степенью готовности, я их назову сейчас. Это Краснокаменский район, это Нерчинский район, это Анонский район, это Тунгокочинский, Улетовский, Читинский, Шилопугинский и Шилкинский. Если предсказать четвертую волну коронавирусной инфекции и надеяться, что она сама по себе как-нибудь допройдет можно, то из года в год готовится к зиме. Вот здесь почему-то сложности. Мы еще услышим о проблемах на ниве прорванных трубопроводов, замороженных домов и закупки угля. Не сомневаются в этом и в правительстве Забайкальского края. Это абсолютное бездействие глав муниципальных районов, потому что ничего не мешает им выполнить эту работу и объявить торги на эти процедуры. По формированию нормативных запасов твердого топлива. У нас потребность, общая потребность в твердом топливе на прохождение УЗП в Забайкальском крае составляет 985 тысяч тонн. Нормативный запас должен быть сформирован до 1 октября в размере 295 тысяч тонн. На сегодняшний день нормативный запас создан в размере 137 тысяч тонн. Правительство Забайкальского края продолжает держать руку там, где и всегда. Это не позволяет усомниться, что к вопросам борьбы с коронавирусом, безработицей и по преодолению отопительного периода мы еще вернемся не раз. Дарья Калинина, Юрий Житлухин, Николай Шунков, ЗАПТВ.